Как проводит свое свободное время молодежь города Видное. За последние годы ее интересы заметно поменялись. Появились новые увлечения – квест-игры на автомобилях. Такие игры уже давно существуют в Москве, но для нашего города это новшество. А в преддверии праздника Хэллоуин организаторы квестов сделали для участников подарок. Подготовили костюмированное состязание с множеством тайных загадок и приключений. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Идея делать квесты к организаторам пришла спонтанно. Просто группа инициативных ребят, которые проводили свое свободное время на парковке у Дворца спорта, однажды подумали, а почему бы не объединить молодежь города вместе, чтобы проводить свой досуг с пользой. Так была создана группа в социальной сети, где организаторы смогли найти единомышленников. Сейчас страница насчитывает более тысячи подписчиков. Молодежь очень активно откликнулась на это. Ребята все молодцы, все приезжают, участвуют, поддерживают. Это молодежное движение, как минимум, в любом случае. И я думаю, что это людям интересно. Раз люди просят, нас постоянно просят, говорят, давайте дальше еще что-то. Идея квеста заключается в том, чтобы за определенный срок разгадать ряд загадок, которые в результате приведут команду к финишу. Кто справляется с этой задачей с минимальной затратой времени, тот становится победителем. Организаторы продумывают все до мелочайших подробностей. Необходимо приложить немало фантазии, смекалки и ума, чтобы разгадать ребус. Участники делятся на так называемые экипажи. В каждом из них должно быть не менее трех человек. Но по опыту в желающих поучаствовать нет отбоя. И один из экипажей даже своим средством передвижения выбрал мини-фургон, чтобы взять с собой как можно больше людей. Мне достаточно интересны такие мероприятия. И достаточно позитивные. Ну и на сегодняшний день, наверное, очень актуальны для того, чтобы просто расслабиться, а не пойти там как-то по-другому провести негативное время. Спрашивать, нравится ли участникам квеста, организованной группой парковки у Дворца спорта, даже нет смысла. Только приехав на место проведения игры, становится ясно. Люди сюда пришли, потому что им здесь весело. Музыка, общение, улыбки. Для видновчан квеста – это способ занимательно провести свой выходной. Здесь люди знакомятся и начинают дружить. Мы уже не первый раз принимаем эту часть. Ну и это весело. Интересно, в принципе. Ну тоже как бы смекалка развиваешь. Это же лучше, чем пиво пить на лавке. Минувшая игра была приурочена к так популярному у молодежи нашей страны празднику Хэллоуин. И это придало квесту особый антураж. Обязательным условием участия в этот день было наличие у ребят карнавальных костюмов. И особого внимания достойно то, что ребята очень тщательно подготовились к этому квесту. Соблюдены абсолютно все традиции этого праздника. Персонаж у меня темного демона, темного колдуна, который закладовал, собственно говоря, главного персонажа, из которого впоследствии мы будем изгонять злого духа. У меня персонаж страшная ведьма. Я пугаю участников, даю им подсказку, заставляю их найти скляночки для зелья и, соответственно, даем им подсказку на следующий чек. На протяжении нескольких часов участники пытались разгадать задания квеста, но это время для них пролетело как миг. Ведь они получили массу положительных эмоций, адреналина и позитива. Юлия Погосян и Адамия Аталья Буслаева. Видно этого.